здравствуйте вновь на канале сервис м2 наконец-то я был увлечен несколько иными вещами со времен последнего видео сервис м2 нет я не отлынивал на самом деле здесь есть одна секция которая мне не очень нравится но мы это обсудим чуть позже целом этот уровень прекрасен и вы можете это сейчас оценить просто посмотрите на визуал на то чем в принципе является этот уровень вот на таких вот летающих островах это очень красиво на мой взгляд у меня бежимся дальше и нас встречают быстренько избавимся от пауков потому что будут еще и еще пункти а также гарпи да я все еще играю на своем старом геймпаде у которого стики уже дают знать о своем возрасте но ничего страшного цель если это особо не мешает неплохим движением будет в эту сторону плане экономии времени потому что да все равно нам придется пойти потому что это здоровье и также чувак появляется когда мы выберем это не секрет это просто она просто здесь и таких мест на этом уровне достаточно к слову вторые достаточно спрятая но секретами не являются и они как правило в таких вот закуточках больше птичек ок что-то соусы а и шемблер еще про него и забыл его даже не увидел так с окружением связь какого-то откуда взялся на после этого сражения нам уже оставить одну ракету хотя бы как минимум вот для вот этого секрета избавиться от этого чувака он раздражает штуку вот таким вот образом убираем потому что она тоже будет несколько мешать ну куда ты поехал так и за этим камушком лежит серьезная бомба также не секрет мы его использовать не будем хотя очень хотелось бы в следующей секции это самая секция о которой я говорил что на себя представляет в общем это вот такой летающий плод у нас принесет он на тот берег наверное проблема в том что он движется достаточно медленно места не так много здесь для перемещения и учитывая местную физику перемещаться здесь как-то не очень удобно то есть местная физика движущихся объектов этому немножко мешает иногда и как вы думаете спокойно ли будет наше путешествие на тот остров разумеется нет что здесь очень много летающих гадов разного толка сложно здесь в том что от них нужно избавиться как можно быстрее и возможно это не столько туда составляет на мыши с клавиатурой но с геймпадом иногда выцеливать этих вот ребят крайне сложно они все появляются и появляются им плевать убиты их предшественники или нет поэтому вас могут очень быстро окружить и засыпать лазерами благо они бестолочи иногда разбиваются или какого хрена или делают вот это но рассчитывать на такие подарки с их стороны не приходится так окей я рассчитывал попасть вертолет ну ладно тоже сработает ракеты от этих вертолетов тоже доставляют неудобства как с того берега что такое уже с того берега летят гарпии переключимся пока на них будем надеяться что он тот пилот дань чем-нибудь столкнется по моему он уже это сделал послышал взрыв новенький камикадзе поступил позаботимся пока вот об этих ребятах ну что у берега они достаточно хорошо обстреливают и ракеты вот этих красных чуваков имеют хороший радио взрыва поэтому стоит сбивать в воздухе ну и лазеры вот этих чуваков не смотрите на то что это я его застопорил прекрасно не знал что здесь можно так делать внимания лазер вот этих чуваков довольно опасно туда тебе герой то чтобы я говорил кстати не смотрите что это враги начального уровня они они ничего не убили моя вина конечно но тем не менее здесь должно быть достаточно аптечек и прочего начала поищем да вот лично здесь шарики будут они могут быть неудобный момент поймать пока это в кустиках шарик так ну ладно вот здесь также есть мешочек золотом и еще одна серьезная бомба если она вам нужно а я думаю понадобится но я мазохисты не использую здесь прохождение так я полагаю музыка все еще играет вот из-за этого парень к улыбочку балбес так и далее мы взорвем этот синий синюшный камешек и откроем секретный портал нас приведет вот эту вот зону развлечений не так полагаю здесь вот такие мишки еще есть я не знаю что они здесь делают но они здесь и здесь нам предлагается поиграть в такие мини-игры упасть в цель отлично и за это нам дают дополнительную жизнь и это секрет последней причем секрет секрете мои любимые и по секретов также здесь есть вот такая вот мини-игра надо сбить вот эти баночки так кажется вот эту тоже надо да и за это мы получим немножко здоровья что тоже неплохо учитывая что он ждет дальше итак здесь вот в этом ущелье будет несколько красных чуваков достаточно неудобных положениях и и после их смея в гарпи я здесь люблю делать вот так птичка 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 и птичка они тоже отвечают птичками но тем не менее мы просто уйдем вот сюда нас поджидает биомех скормим ему пару попугаев пустим еще одного попугая в толпу гарпий не эффектно взорвались прекрасно и дальше отстреливаем мне на самом деле нравится как здесь то все построено ты только пытаешься отступить а здесь биомех поджидает то есть попытаешься пройти вперед то там куча шариков заставляет подумать и либо сидеть внутри этого ущелья и как-то отстреливаться либо какие-то такие выдумывать моменты попугай на самом деле это просто довольно быстрый способ вывести из строя биомеха он почти без здоровья остается от одного попугаев вообще отличное оружие если подумать об этом но и опять же нам не позволит просто задрать голову и спокойно убивать гарпий потому что внизу катаются шарики и нужно приоритеты менять в зависимости от ситуации это тоже здорово это очень хорошо за дизайненное сражение если подумать об этом и и Продолжение следует... Отлично. Это... А, еще не все. Так. Кто-то еще остался, что ли? Я не могу понять, почему музыка до сих пор играет. Не, мне, конечно, все равно, но тем не менее, мне просто интересно. Где еще точек? А, вот он. Возможно, где-то шарик там наверху застрял. Не разу такого не было, но мало ли. Эта игра бывает непредсказуемой. Так, надо все-таки уворачиваться от них, а не ловить. Мне кажется, это более хорошая идея. Левая еще такая же пушка должна быть. Кстати, угадайте, что нас ждет. Если вам сильно нужно вот этот вот фундук, то можете запрыгнуть таким вот образом. Да-да. Киевы геологии. Ну, тем не менее, вот эта секция проще предыдущей по какой-то причине. Ну и справедливости ради, опять же, это... Что тот палец, что этот. Я имею в виду... Сама вот такая секция могла быть гораздо хуже, если бы... Мы могли падать с этой платформы. Но, тем не менее, упасть с нее не получится. Кстати, здравствуйте. И это очень здорово. Представьте, если бы еще с них можно было соскальзывать, как-то падать и так далее. Это был бы ад. Тем не менее, вертолеты. И несколько гарпий. Не та кнопка, простите. Может быть, более хорошие их с пулемета расстреливать, сбивать ракеты и так далее. Так. А, я про вас забыл. Ну и, разумеется, вот эти вот раздражающие самолетики никуда не делись. Но мы их пока проигнорируем или нет. Кажется, они друг друга влетели. Ну, да ладно, нам уже лучше. А, да, да, вот они уже. Поэтому я хотел тех проигнорировать, чтобы не пропустить этих гарпий и красных ракетчиков. Ну что, они гораздо опаснее от этого литона. Давайте так больше делать не будем. В достаточно хорошем положении. Ракеты на нас, в теории, не могут долететь. Сейчас, да, лазеры могут. Ладно. А, вот, беомех появился. Я тебя знал раньше. Вот чего тебе надо. Я занят. И, здесь кажется, что нас готовят к чему-то грандиозному. Но, на самом деле, нет. Это просто тир. К сожалению, здесь не так много вариаций монстров. Будем честны, это сражение очень скучное. Его можно сделать чуть-чуть пояснее. Использовав другое оружие, например. Не такое мощное. Раскручивая эти шарики и так далее. С помощью пулемета, вот таким вот образом. Ой-ой-ой. Да, наверное, так веселее мы хотя бы двигаемся. Хотя вот гарпии, которые призваны отвлечь наше внимание. Которые, кажется, были сбиты футболистами. Люблю этого попугоя. Так, сделаем. ОТ. КОНГА. КОНГА. Продолжение следует... Отлично. Мы, благо, уже приближаемся к финалу. Здесь секретов нет, но мы их получили все, вы видели. Но тем не менее, если спрыгнуть вот сюда, то здесь можно найти броню. 200% Довольно круто, кстати. Здесь будет немного носорогов, но у нас есть снайперская винтовка. И она их уничтожает так же хорошо, как быков в первой игре. Я опять про вас забыл. Здесь на поляне появится несколько лохишей. Мы их просто ковровой бомбардировкой обработаем. И здесь будет тоже достаточно интересное сражение. Тоже немножко тир, но более веселый. Сначала побегут быки с разных сторон, которые нам нужно быстренько снайперкой выцеливать. И лучше здесь не промахиваться, потому что... Да. Потому что... Не успеем убить одного быка, тут же прибегут другие. Промазав один раз, тратишь драгоценное время. А я уже промазал достаточно раз, чтобы... Нет, нет, мы еще в порядке. Упс. Кажется, я выключил присыл раньше времени. Тем не менее, так же можно делать вот так. Тем не менее, когда регбисты приходят... Это довольно эффективно. Странно, я думал, он к быку полетит. Чуть бы он не использовал серьезную бомбу. Получилось бы некрасиво, вроде как условились. Прилетевшие на подмогу ребята тут достаточно хорошо помогают. Они отвлекают на себя внимание и даже кого-то убивают. Так что это очень хорошо помогает. Главное продержаться до их прихода. Благо, это не так сложно. И все. Да, буквально все. К слову, если сильно нужно, можно пройти вот сюда, откуда быки выбегали и найти там сундук. Не знаю, для чего он здесь, но тем не менее. А вот он, пожалуйста. Если нужно, максимум очков. В общем, мне кажется, что можно сюда прорваться через быка, который здесь... Отсюда появляется и здесь всех принимать, но это, наверное, не так весело. Я, кстати, никогда не пробовал так делать. Мне нравится больше в центре стоять и отстреливаться. Тем не менее, мы завершаем уровень, запрыгнув на треклятую платформу. И на этом все. За исключением вот этой вот секции с летающей платформой и миллиардом летающих противников. Достаточно раздражающий. В остальном, этот уровень просто прекрасен. Он мне нравится визуально, в нем шикарная музыка. И, честно, когда в 2004 или 2005 эта игра вышла, она до сих пор смотрится прекрасно. Ну, вот, честно, визуальный дизайн, а освещение, пускай у нас заранее нарисованное, мы все это знаем. Но, тем не менее, текстуры, модели, они все хорошо смотрятся до сих пор. Не гениально, не... Мозг не взрывает, но, тем не менее, не вызывает отвращения. Она не выглядит устаревшей. Она выглядит прекрасно. Ну, и, опять же, это во многом заслуга дизайнеров. И, вообще, эта игра очень сильно недооценена. Я надеюсь, что... Все больше людей в ней разглядят что-то прекрасное, как я, например, разглядел в ней. И до сих пор вижу. Ладно, это все философия. Тем не менее, спасибо за просмотр и всего доброго.